Добрый день всем еще раз, дорогие друзья. Микрофонный друг, это студия Игрокам ТВ. Мы начинаем трансляцию квалификации Интернешнл. Ответный матч между командами Power Rangers и коллективом Bird & United. Со стороны Bird & United есть уже одно поражение. И ПР наказали, причем наказали достаточно грамотно. Бруд Мазер, которая зашла у нас на ура вообще от Чеширского кота, да и дитя Ра вместе с Sunlight не сплоховали. Нормально расформились на ранних минутах, а дальше пошли и вынесли Bird & United вперед ногами. Получилось это быстренько, получилось это где-то за полчаса. Спасибо им огромное за это. Со стороны команды Bird & United. Queen of Pain уже в пике. В пике Герокоптер, Огрмак и Дизраптер. Комбинация, в общем-то, рабочая комбинация. Это, в принципе, классно, если все у нас вдруг застрянут в кинетик-филде и будут стоять под статик-штормом. Если же команда Power Rangers не соберется вместе в кучу, то проблемы у Bird & United будут, и это точно вам говорю. По-моему, ПРов поразила современная болезнь под названием Керри Лешрак. Лешрак, который у нас фармит, зарабатывает себе Бладстоуны, Актеринкоры, и все это так долго идет, все это так нудно, и все это так неинтересно, что прям это все обязано стать обязательным трендом. Обычно у нас самая неинтересная ерунда становится популярной просто... Да нельзя вообще сильно. Бестмастер отправится, скорее всего, в сложный, я думаю, что это герой. Для чеширского кота Лешрак будет у нас для Дитя Рам. Кингер, скорее всего, Шейкер заберет. Джейфа будет играть у нас на Бенни. И Шадоуфинт, конечно же, для Мидлейна, для Сенлайца и Хуру. Бёрден Юнайтед. По лайнам. Квин оф Пейн уже в Мидлейн у нас 100% отправляется. Герокоптер. Хотя подождите, у нас только что Герокоптер был в Мидлейне. Некроман играл на нем. Стоял в Мидлейне в паре с Веспом. Не знаю, зачем, не знаю, для чего вообще было это придумано. Команда Бёрден Юнайтед. Но они придумали и поплатились за такие вот нововведения в Доту. Квин оф Пейн сейчас уже по факту должна стоять на легкой линии. А Синг Сингу, кстати, можно бы и отдать пофармить Герокоптера. А Некроман пусть играет у нас на Квин оф Пейн. Ну и со стороны Бёрден Юнайтед. Два саппорта тоже достаточно сильные. Есть у Флейнера. Герокоптера пока что не имеется. У Флейнер от Пейеров Вайпер здесь в бане отлетел. Не хотят его видеть. Тайд Хантер в прошлой игре неплохо зашел. Правда, там Герокоптер просто не доформил свои артефакты. Поэтому теперь у Герокоптера другая цель. Герокоптеру надо на легкой зарабатывать золото. Зарабатывать деньги на нормальные артефакты. Которые позволят кого-то хотя бы убить. А так на 30-й минуте у Герокоптера появился МКБ. К тому моменту, правда, уже и лайнов не было у команды Бёрден Юнайтед. То есть там МКБшкой одной от мега-крипов не отстреляешься. 13 секунд. Нейчерс Профит. Нормально. Пэрис у нас по Адмирал Бульдожит, я так понимаю, немножко. Синг Синг забирает себе Герокоптер. Который правильно делает Некроман. Будет у нас стоять в Мидлейне на Аквапе. Ну и дальше пара саппортов. Со стороны команды Пауэр Рейнджерс тоже все очень легко читаемо. Мидлейн у нас СССР, Санлайд, Сейхуру. Джейфо играет на Бэйне. Кингер играет у нас на Шейкере. Дитяра будет фармить на Лешраке. И Чеширский Кот стоит сложную линию на Бестмастере. Фармящий Лешрак. Это так увлекательно. Это так интересно. Ну, в принципе, этот герой с появлением такого артефакта, как Актерин Кор, становится у нас невероятно полезным. Вчера я видел Лешрака от команды Na'Vi. Там Хвост играл на Лешраке без Актерин Кора. И как же сложно Na'Vi далась эта игра. Я не очень понимаю, что это вообще-то такой старовер какой-то у нас получился Хвост. Просто по олдскулу решил собирать у нас Лешрака. Зачем, если есть нормальная вещь? Ну, непонятно. Ну и Хвост без Актерин Кора у нас и сливался на 50-й, на 60-й минуте. И умудрялся оставаться как-то в соло одному и против двоих не вывозить. Хотя, по сути, это мейнкерри. На 50-й минуте должен он двоих саппортов так точно убивать. И там Хвост, поэтому, конечно, Валидола заставил поглотать команду Natus Vincere, да и всех, кто за них топит. Ну, на данном этапе, я думаю, проблем у ПРов быть не должно. Они не настолько принципиальные ребята, чтобы как-то по каким-то вообще необъяснимым причинам не идти в этот артефакт. Может, в принципе, дело до него и не дойдет. Может, ПРы пораньше закончат. А может, Бюрдены пораньше закончат, до того, как у дитяра появятся эти артефакты. И что, кстати, заметно в последние дня 4, это точно. Ни одна из команд противоядия против Лешрака в роли Керри не нашла. Не знают, как его контрить. Лешраки у нас, по-моему, не проигрывают сейчас. Я, по крайней мере, на своей памяти, притом это недавно было. Это у нас последние, я же говорю, 3 дня этих Лешраков наблюдаю на европейских квалах. Так вот, где Лешрак, там победа. Даже немножко странненько. Давным-давно уже я не видел ни антимагов, ни тебе войдов. Все это куда-то в никуда просто исчезло. Как-нибудь бустануть бы вайда до антимага, чтобы это было поярче немножко. Чтобы был у нас какой-то красный скорпион, который шел бы и месил. Так не делает ни одна компания... Ни одна. Так не делает компания Валва. Поэтому и ни одна команда у нас пока что этих керри не берет. Уже даже начинают скучать по Джаггернауту и Снайперу, которые порядком подзадолбали в свое время. Но теперь Лешрак, ну это же вообще издевательство. Просто бегает и жжет, и непонятно. Бьет он кого-то, не бьет он кого-то. Просто ядерный реактор наполовину приоткрытый бегает и вокруг всех разваливает. Майнац вместе с Перрисом решил постоять на сложной. Нейчерс Профит у нас через Телепортейшн, через Нейчерскул. Идет. Так, поймали у нас Перриса. Ну и Дитяра, в принципе, здесь двоих вообще. Сплиттос закрывает. Еще и Фессура у нас от Шейкера. Я думаю, что Джейфо Перриса забирает. Да, первый фраг до команды ПР. А Дитяра отъедается, кстати, отъедается батлом. И Майнаца тоже здесь закроет. Сплиттос неточный. Майнац на лоу хп. Майнаца загнали. Команда ПР раскатила своих оппонентов. Даблу на сложной забирают. Забирают, причем очень обидно для Даблы. Забирают вроде бы и будучи самим при смерти. И тем не менее смогли раскатить, разойтись по разные стороны вообще. От крипов, от Фессуры. Ну и там милишный Огрмаг вообще жутко смотрелся. Понятно, что Нейчер Спрофер на ранних лвелах. Достаточно легкая цель. Хп у него немного. А вот толстый Огрмаг и тем не менее встрял. Тем не менее запинали его. Понемногу, по чуть-чуть. Но Огрмага у нас убили. Две с половиной минуты сыграно по голде ПР. Всего лишь сто. Они что? Они хуже фармят, да. И по экспириенсу Бёрден Юнайтед впереди. Кстати, ПР у нас и свое преимущество. За счет фрагов потеряли. ПРы в ноль скатываются по золоту. А где там такой фарм дикий идет? Герокоптер у нас 14 на 6. И Квапа на Медлайне перефармливает СФ. Вот вам и весь ответ на данный вопрос. СФ в соло стоит против Квин оф Пейн. На ранних минутах СФу сложно. У СФа немного демеджа. И СФ тут одними кайлами Квапу не замучает. А Квапа через Шадоу Страйк, через Крим оф Пейн, естественно, не промахивается по СФу. Чем больше демеджа наносится СФу, тем чаще он отходит с линии, тем больше он теряет времени, которое могу потратить на фарм, на заработок экспириенса. Ну и за счет этого, конечно, Квапа Медлайн может и выиграть. Синг-Синг уже имеет рейсбенд, есть у него бутс оф спид, есть хилинг селф, кларити и танго рядом с ним Камвезми с одним тапком, чтобы харасить чеширского кота. Но здесь еще и непонятно, кто кого харасит. Потому что через кабана, да и с руки просто дизраптор сильно у нас отхватывает. Готовится на руну у нас выйдет чеширский кот, и здесь его уже ждет Некроман, и смещается сюда Камвезми. Чеширский кот заберет ли руну? Получится ли? Нет, руну забирает он чеширский кот, это ДД. Кстати, чеширскому коту бы отхилиться здесь, но вариантов никаких вообще. Подошел проверить, чем пахнет руна, остался без хп. Свалили у нас очень быстро оффлейнера команды Power Rangers, и Шейкер в это время забирает у нас Огар Мага. Все это, конечно же, в куче с Дитя Ра и Джей Фон. Да! Посмотрите на СФа, бедняжка. Так, Бессмастер в это время у нас забирает дизраптора, отомстил за прошлые обиды, и посмотрите на СФа. Только что просто галяка был у нас СФ, наконец-то приносит себе Race Band, Bottle и Magic Wand. Sunlight, Сейхура, ну и теперь хоть можно с Клопой на равных поговорить. Все-таки хп повысилось у СФа, и дэмэдж, скорость атаки, да и хп и манереген тоже повыше. Зарабатывает себе еще и на Блдсов Спит. Что, СФ у нас забирает Квапу? Доигралась Queen of Pain на мидлейне, Bird and United теряют еще и мидлейнера, и 5-1 начинают проигрывать. И по голде сейчас глянем. По голде ПР в ноль. Они проигрывали 750, теперь в ноль вышли. Нормально вообще, 4 фрага. В 5 раз больше убивать своих соперников, забрать ФБ, забрать даблкилы, и при этом еле-еле тут где-то из-за черты бедности выглядывать. Не сказать, что перейти ее, но выглядывать. Графики продолжат у нас, я думаю, вниз двигаться. Бурдены формят получше. Это факты, и графики не врут. Как вчера вообще Na'Vi выиграли? Как? На скелле? Как же еще? Na'Vi выиграли за счет опыта. За счет того, что неоднократно выбирались из самых дичайших задниц на всех вообще уровнях профессиональной доты. Ну и также примерно они против Веги и сыграли. Проигрывали 20 тысяч, потом раз отбились, два отбились, а потом развернулись, и уже хвост с рапирой сделал свое дело. Когда стояла последняя линия на топе у Na'Vi вот здесь вот. Два захода неудачных от команды... От команды Vega Squadron. После этого убийство пятерых игроков Веги от Na'Vi. И байбеки от команды Vega Squadron в попытке допушить все-таки лайн за отсутствием ультов у Дэнди. Дэнди на Магнусе играл, и отсутствием в КД находился рефреш-рор. Думали, что попрет без ультов, не поперло. Хвост как дамажил с рапирой на гирокоптере, так и додамажил команду Vega Squadron. А дальше уже просто вопрос времени, как быстро Na'Vi смогли снести хайграунд Vega Squadron. Ну что, чеширский код. Еще раз разваливается. Тут мастер по фиду у нас чеширский код. Что ты еще рассказываешь, чеширский код? Бесмастер что-то еще там бормочет себе. Три раза слился уже. Три убийства Берден Юнайтед, и все делают на Бесмастере. Он еще что-то там рассказывает после смерти. Пес. Ну что, Синг-Синг вместе с Перисом подпушивает у нас Т1 по топу. Кстати, ПР и так могут и слить все свое преимущество, если у нас за ум не возьмется чеширский код, это тебе не на бруде пушить в паутинке. На мид лейне в это время J4 против Некромана, пока стоит соло. В это время у нас Санлайт Сейхура пошел фармить лес, как я понимаю. А кто стакать будет? Никто не стакает для Санлайт Сейхура. Никто вообще. Санлайт Сейхура в соло просто дерется против Кентавра. Странная ситуация. Гловс оф Хейс появляется и готовый ПТ для Санлайт Сейхура. Поймали у нас СФа. Кстати, какая реакция-то феноменальная. Камвузьми моментально поставил руну Инвиза. Моментально. Ой, руну, точнее, не руну Инвиза. Зайвейдил руну Инвиза, поставил Сентри Ва. Ну что, двоих уже забрали. Бёрден Юнайтед. Крутой Соник Вейв от Некромана. По-троим. Чеширский код в таверну. Три в ноль. Лешрак пошел настреливать. Ни по кому сплитоз от Лешрака не попадает. Дитяра становятся просто бесполезны в данном файте. И счет становится 6-6. Три фрага делает Бёрден Юнайтед. Нам только двоих показывают. И по голде Бёрден Юнайтед уже должны опережать своих соперников. Во-первых, они лучше фармили. Во-вторых, они уже наубивали столько же, сколько наубивали в свое время игроки команды Пэя. Был счет 5-1. Последние три минуты заканчиваются со счетом для команды Power Rangers 1-5. Не 5 раз умерли, а всего лишь один фраг сделали. Счет равный теперь. И Бёрден Юнайтед должны начинать тащить. Дитяра на 10-й минуте приобретает себе Аркан Буцы. И Бэйн приобретает себе Аркан Буцы. Вот вам и простейшая логика. У Лешрака 3-400. У Бэйна 1700. Куда делись деньги Лешрака остальные? Вот они, Magic Wand, Bottle и 880 на руках для Дитяра. В принципе, Солу Ринг можно уже покупать. Все-таки светок портала имеется. Для Лешего нет. Улетел и по дороге купил себе еще один светок портала. В принципе, сейчас деньги на Солу Ринг для Лешрака имеются. Надо просто купить и принести себе. У Санлайтса и Хуру уже есть Баглер. Их адрес также для СФА имеется. Осталось немного, в принципе, до появления Мекки. Чеширский Кот улетает на топ-лейн. Соло против Синг-Синга драться. У Чеширского Кота уже есть ульта, поэтому можно и зацепить. Но у Синг-Синг 9-го левела. А Бестмастер только 6-го. И у Бестмастера по артефактам, посмотрите, вообще ничего нет. Кое-как здесь в ПТ выкарабкаться бы Чеширскому Коту. Санлайтса и Хуру разваливается. Синг-Синг через колдаун забирает у нас СФА. Ну и Бэйн, в свою очередь, забирает Синг-Синга. Файт заканчивается со счетом 2-1. 660 поднимает ПР в этом файте по золоту и 1400 по Экспе. У Бестмастера насобирались деньги на Пауэр Трэдс. Красавчик Чеширский Кот. Бурдены по голде выигрывают 600, по Экспериенсу 1000 в пользу Бёрден Юнайт. Полетела птица прочекать, кто там в лесу у нас развлекается. Кстати, нынче с профит, что-то забыли мы как-то о Пэрисе. У Пэриса есть уже 8-й левел, у него есть Хэнд оф Мидас. Появляется в ПТ в скором времени, думаю, сейчас после ульты. Должна, нет, мало очень он собирал Пэрис за счет ульты Квинов. Пэйн в это время забирает у нас Лешрака. Вот такой вот Керри Лешрак. Ну, непонятно мне это, но играл он когда-то, не играл на Лешраке Дитя Ра. В профессиональных играх я от Пэра в такой ерунды не видел. Может, потому что мало в последнее время их смотрел. Но не было Лешрака, не было Керри Лешрака. Вот он появился. 0-1-3 Лешрак. Соло-ринга у него нет, зато появляется Пойнт Булстер. То есть где-то смотрели, пробовали, может быть. Но это попахивает каким-то позерством, которое не факт, что результат команде Пауэрранжерс принесет. Будет очень обидно, если этот Керри Лешрак статистику и самому Лешраку подпортит. Да и, конечно же, команде Пэр не даст заработать максимальное количество поинтов в этом противостоянии Бест-Оф-2. Мека готова для СФ. До Даггера Шейкеру еще очень много у Бестмастера. Появляется стапфа в Изодре. Нет, это все-таки будет не ПТ. Это попытка... Ну, не попытка, это просто выход постепенно в... Некрономикону Чеширского кота. Третий Некра, потом Даггер. Потом, если что, Аганим. Примерно так Бесты у нас и выглядят. Чеширский код идет по классике. Так, Некроман в это время забирает у нас опять Лешрака, а команда Пауэр Рэнджерс под смоком на топ лейн. В принципе, все есть необходимое. Все ульты необходимые уже имеются у команды Пауэр Рэнджерс. И Мека есть на СФ. Поэтому в масс-файте они сейчас поинтереснее будут смотреться. То есть, команда с Меккой всегда в выигрышной ситуации по сравнению с командой без Мекки. Мне не нравится, как играет Лешрак. Вообще не нравится. 0-2-3 счет. 71 крип на 15-й минуте. Еще и Лешрак, стоящий у нас в легкой линии. Кто ему мешал, непонятно фармить. Ну и Дитя Ра потихонечку, понемногу. Но он, мне кажется, становится якорем для своей команды. У Дитя Ра нет диаболиков. То есть, для пуша он бесполезен. У него Бладстоуна пока что нет. И до Бладстоуна еще, в принципе, собирать и собирать. Пока есть только Пойнт Бустер и Энерджи Бустер внутри Аркан Бутсов. Солу Ринга у Дитя Ра нет. И денег на него пока нет. Ну и такой лишь Лешрак, если на ранних левелах не начнет нас убивать, то он к концу игры просто будет кормом для команды Бёрден Юнайтед. Кенедик Филд поставил у нас Кам Визмин. Некроман отсюда уходит. Уходит на мидлейн. Подфармить у Пэриса. В это время есть Хедресс. И больше, в принципе, для Пэриса ничего. Кстати, есть Хедресс и Базилка. Интересно, во что пойдет Нейчес Профит. Будет ли это Мека или у нас, например, Владмир соберет Пэрис. Тоже почему бы и нет. Владмир теперь работает на рейнджевых героев. Вещь полезная, крутая. Ну что, Майнац готов врываться в Кингера. Да и Кингера, если что, готов в кого угодно ворваться. Майнац степаут. И Кам Визмин тоже бы по-хорошему отсюда лететь. И Кам Визмин ждет. Вдруг кто-то подойдет из команды Бёрден Юнайтед сюда. Вдруг. Или хотя бы ТП-шку может кому-то сбить глимцом. В это время Пэрис у нас пушит топ-лейн. Т1 здесь бьет команда Пауэрэнджерс. Провязали глиф, не дают Пэрису нормально здесь. Раздамажить Тауэр, ну и... В итоге у нас Пэрис половину Тауэра уже съедает. Команда... Команда Пэр сама перемещается на Т2. Наконец-то Дитя Ра вкачал нас в Диаболике. На 10-м Та-левеле. Еще один глиф или... Подожди, ну был же глиф. Подожди, только что был глиф. Только что. Как так случилось? Майнацк попадает у нас в Финс Гриб. Come with me. Отправляется в таверну. Лешрак уже в таверне. Туда же Джейфо и Санлайца и Кура против Синк Синга. Некромант здесь минус 3 делает команда Бёрден Юнайтед. У них... Гораздо лучшая ситуация на данный момент. Они выигрывают в этом файте 1400. По экспириенсу 2800 они выигрывают в этой драке. Ну и вообще они выигрывают 5000 по золоту. И по экспириенсу 7000 тоже для европейского коллектива. Команда ПР в данной катке смотрится вообще не Алене. Выигрывали 5-1. Теперь от их преимущества и следа не осталось. У Чеширского кота, в принципе, сейчас некрономиконы уже появились. Вроде бы это должно исправить ситуацию. Но мы только посмотрим, как это получится. Пока что никакого доверия мне Чеширский кота не внушает. 2-4-0 счет для бестмастера. По-моему, главный фидер в команде ПР. Нет, не главный. Тут 0-3 идет, дитяра. Вот он, Керри Лешрак. Керри Лешрак, который уже Огр Клаб себе купил. Который будет собираться в БКБ. У которого в долгий, очень долгий ящик откладывается Бладстоун. Дитяра надо как-то справляться с той ситуацией, в которую он сам себя загнал. Теперь дитяра идет в БКБ. И таким образом остается команда ПР без Керри вообще. Ну, СФ разве что? Ну, какой СФ Керри с Меккой? Чеширский кот наорал на Майнаца. Ну и здесь кулдаун у Синсинга очень удачный. Минус Бэйн. Правда, и Фарсира потеряли игроки. Бёрден Юнайтед. Кингер. Ульта по Геррокоптеру. Геррокоптер развалили. Киллинг спри для Кингера. Кингера забирает Некроман. Викидсик для него. Троих потеряли Бёрден Юнайтед. И Некроман отсюда должен уходить. Хаста для него. Оркит уже для Некромана имеется. А как тут с СФом? У СФа немного остается, точнее много, да, остается для появления Блэкингбара. Некроман встречает у нас СФ. Иди сюда. СФ у нас под Сайленсом. СФ после окончания действия Оркита просто рассыпается. Монстер килл для Некромана. Квапа в прошлой игре от Санлайд Сейхура была великолепна. Квапа в этой игре настолько же великолепна. Квапа, конечно, очень неприятный мидлейнер. Мидлейнер, который к концу игры, не к концу, где-то к середине игры, просто уничтожает соперников. Любых. Саппорт, керри, не керри. Да и просто посмотрите на нее. Она создана для мидгейма. Действительно, герой, который и своими скиллами, и своей сборкой как раз к мидгейму раскрывается максимально. Потом уже, конечно, будут и керасы, и мкбшки, которые все чаще появляются на Queen of Pain. Она с руки начинает бить неплохо, там, хиксовать. Но когда у нее есть Оркит, и когда у нее есть Аганим, Квапа, в принципе, соперников не ощущает вообще. Огур Клап приобретает себе Некроман. Может быть, это будет БКБ, а может, это будет Аганим от Квапы. Если дальше будут Бёрден Юнайт отдавить, то, в принципе, наступательные артефакты почему бы не покупать. Дэмэджа Лешрак, например, почти не наносит. У Лешрака Митрилхаммер появляется. И один килл, кстати, от Дитяра А сделал тоже. Какой-никакой, но плюсик. По голде. Бурдены выигрывают 6000, а по экспириенсу они выигрывают 8000. 8. У Пэриса появляется Ставфу Физердрея. Мека уже готова для Пэриса. И Пэрис готовится в Некрономиконов. У Бестмастера, тем временем, Некраб по-прежнему первого левела. В Курьере ничего нет. Ничего. У СФа еще 450 до появления БКБ. У Герокоптера БКБ уже есть. То есть Синг-Синг готов драться. Его уже просто так не развалишь. Ни СФом, ни Шейкером, как в прошлой драке. У Герокоптера БКБ. У Герокоптера БКБ. Из Кабана и Ястреба отправляется у нас на Рошана. Начинает тут Дикокрыл-Потрошитель заниматься торнадированием. Просто стоит и показывает, что никто вас здесь не ждет. Чей-то, кстати, Дикокрыл-Потрошитель? По-моему... По-моему, Синг-Синга. Да, так и есть. Его парень стоял на Рохе, долгое время ждал. Ну, дождался. Теперь команда Берден Юнайтед знает, что ПРы планировали выйти на Роху, но развернулись. Ну и примерно понимает, где географически расположены ПРы. Нейчис Профит покупает себе рецепт на Нейкономиконы и деньги, в общем-то, на Нейкроф у Пэриса есть. Белт оф Стрэндж почему-то Нейчис Профит еще не приобрет. Так, ну что, полетел у нас Нейчис Профит на Рошана. Команда Берден Юнайтед заходит на Роху, начинает его месить, хотя коллектив ПР не может сюда подойти, в принципе, потому что они хрен знает, где находятся на данный момент. Без медальона, по-моему, идет Берден Юнайтед. Да, никто медальон не собирал. Ну, Срухит и так, в принципе, должны разбить. Кстати, тут под самый конец Рошана может. Команда ПР ворваться? Нет. Роха все-таки для Берден Юнайтед упадет. И после потерянного Рошана Кингер врывается, и Эхо Слэм в никуда вообще. Не допрыгал у нас Кингер. Некроман погибает, теряет Эйджис. Собирает у нас Чешского Катайса Ихура. Синг-Синг на Лохэпэк. Смотри, по диаболиками Синг-Синга разбирает. Ну, уже трипл килл у нас от Синг-Синга. Перед смертью четвертый килл от команды Берден Юнайтед. Все, и продолжение. И улетает у нас на Лохэп на Эйджис Профит. Одного потеряли, четверых забрали. Да, Квапа потерял у нас Айджис. Но, в принципе, по голде. Команда Берден Юнайтед выигрывает 1700. Даже 1800 ближе. И по экспириенсу 4500 тоже для Берден Юнайтед. Они выигрывают уже 10 по золоту. И по экспириенсу 13 или даже 14000. Перис начинает более-менее серьезный, обдуманный пуш. Пачка крипов, пачка никров. Все, Перис улетел куда-то еще. Перис улетает на собственный фонтан. Он сейчас прилетит на Телепортейшн не в файт. Уже 15-й левел. Первые спруты. Телепорт. Нейчер Сколл. И плюсики Нейчер Спрофит тоже прокачал. 1500 хп еще и при ПТ на интеллект. Ну все, полетел Нейчер Спрофит дальше фармить. Сейчас будет 16 для него. Дальше будет нормальный Рософ Нейча. И дерись не хочу просто-напросто. Так, по саппортам у команды Берден Юнайт. То Кам Виз Ми есть Глимер Кейп, есть Аркан Буцы, есть Урн оф Шадоу. С Уогр Мага есть Сол Ринг. И 2400 по голде для Майнатса. А Майнатс-то у нас богатенький. 5900. У него общий заработок. Обгоняет он Чеширского Кота. Обгоняет, конечно же, двух саппортов. Да и своего Кам Виз Ми тоже обогнал. Шестое место, это очень круто для саппорта. Майнатс может, в принципе, идти в Аганим, а может собрать себе, например, Даггер. Думаю, что, скорее всего, все-таки Аганим. Пока вообще ничего Уогр Маг не покупает. Покупает себе Форстаф одним кликом. Нормально, и это неплохо. Что по золоту, 11000 Берден Юнайтед. По экспириенсу 15000 тоже для них. Счет 13-19. Ну и небольшая такая, но все-таки вылазка от команды Пауэрэнджерс на топ-лейн. Пока что спушили нижнюю линию Пауэрэ и мидлейн в Т1 тоже спушили. Ну и решили на топе забрать. Тауэр далековато, конечно, находится команда Берден Юнайтед, если они решили вдруг подраться. Тауэр рассыпается, забирает его СФ. Ульта от Нейчерс Профита. Ульта тут дитяра половину лица оторвало. Значит, с Профита готовый Солл Бустер. Нет до сих пор Солл Ринг. И нет, конечно же, Бладстоун по этому же поводу. Ну и Т2 забирает команда... Команда Берден Юнайтед. Папа забирает себе Тавер. У Некромана. 1400 после БКБ. 10-секундного ни разу еще, кстати, не провязал. Некроман в файтах этот артефакт. У Переса третий Некрай. Еще и сверху деньги тоже есть для него. Тут свое дело делает, конечно же, Хэнд оф Мидас. Ну и ульта, которая позволяет Нейчерс Профиту очень серьезно фармить. Все никак агоним не увижу на Нейчерс Профите. Никто почему-то не оценил данный артефакт из профессиональных игроков. У СФ-а появляется Хелм оф Доминатор. Санлайдсей Хуру еще и полторы тысячи имеете на руках. БКБ есть, есть Мека, но дэмэджа немало у СФ от 200 с руки. Тут, в принципе, за счет Некромастери все это зарабатывается. Артефактов на дэмэдж, как таковых, для СФ-а не имеется. Но они ему на промежуточной стадии, вот на средней какой-то стадии игры, не очень и нужны. А дальше, конечно, обязательно нужны, потому что он просто-напросто выпадает из файтов, если не дамажит. У Шейкера, на котором играет Кингер, уже есть даггер. Срываться Шейкер мог бы. У Лешака есть полторы тысячи. Ну, до сих пор нет Солринга и до сих пор нет Бладстоуна для Лешака. И есть у меня подозрение, что Лешак у нас купит Бладстоун и просто сольет заряды в Бладстоуне. БКБ от СФ-а просто, чтобы улететь. Перис близко. Перис сам улетает на собственный Тауэр. А зачем на собственный Фонтан? Просто так, на Ищерс Профит улетает у нас на собственный Фонтан. Две четыреста у него есть на руках, есть третий Некрай, есть Хенд оф Медас, есть Мека. В принципе, можно выходить в Хекс. Синг-Синг, в свою очередь. Зарабатывает уже почти деньги на МКБ. Есть у него БКБ, есть. Доминатор Фейсбутцы и Ринку Факвила. Синг-Синг по стандарту собирается. Немножко не по таймингу, но с другой стороны, топ Нетворс на карте у нас у Фуриона 14 тысяч, а у Синг-Синга 13 600. Практически такой же фарм, как и у Нейчерс Профита. А это надо, хочу вам сказать, постараться, чтобы наравне с Фурионом идти. У Некромана тоже 2 400 на руках, пока ничего не приобретает. Есть Оркит, есть БКБ, всё. Конечно, спрашивается, вообще-таки взаимоисключающие, по сути, в одиночном файте, это взаимоисключающие артефакты. Спрашивается, зачем тебе БКБ, если у тебя есть Оркит. И наоборот, зачем тебе Оркит, если у тебя есть БКБ. Ну, дэмэдж для Квапы, плюс скорость атаки. Да, тут Оркит, конечно, обязательный артефакт. Почти никогда нельзя встретить Квапу, которая не собирала бы данный артефакт. Представить, например, Чена без Мекки или... Или, или, или... Ну, или Спектру без Тараски при нормальном количестве ХП. Ой, при нормальном количестве денег. По золоту Бёрден Юнайтед выигрывает 14 тысяч, по Экспириенсу почти 15 тысяч. Чего ждут ПРы, непонятно. Не ждут, пока их спушит Фурион. Я понял, я понял. Схема очень простая, Фурион примерно этим и будет заниматься. У него же есть Мистик Став, у него есть полторы тысячи по золоту. Хенд оф Медас никуда он сейчас профит не одевал. Сейчас ещё пару пачек и будет уже готов Ultimate Orb. Ну, а дальше до... Вот, Стоун надо собирать. Это для Фуриона вообще не проблема. Подождите, если это, конечно, Хекс. Ну, скорее всего, Нейчис Профит пойдёт в Хекс по стандарту. А Ктарин Корр ни к чему ему здесь. Ну, и Шива тоже, понятное дело, на Нейчис Профите собираться не будет. Так, Майнадца у нас поймали. Майнадца должны убивать. Очень быстро с ним справились. В пятером одного Майнадца. Ещё бы не быстро справиться. По итогу файта за Майнадца получили 812 золота и 1400 по ХП. Команда Пэйер решила ещё и Роху. Чекнуть Рошана пока нет. За Роху они вряд ли будут драться, мне кажется. Если 4 в 5, да, можно подраться. Вот, ну, 5 против пятерых драться, когда у тебя отставание в 15 тысяч золота и 15 тысяч экспириенса, это самоубийство. Абсолютно чистой воды. Два восемнадцатых в составе команды Бёрден Юнайтед. Семнадцатый левел СФ. Теперь восемнадцатый. Ну, и дальше Синг Синг, тоже семнадцатый левел. И уже потом Дитя Раш, 16 уровень. Ну, и Майнадца 13, а дальше все одиннадцатого в составе команды Пауэрэнджерс. Три игрока по левелу такие же, как худший в составе команды Бёрден Юнайтед. Я говорю о Камп Везми. Синг Синг перемещается на Эншентов. Мало денег у Синг Синга. Решил больше заработать. Пускай. Это его право. Ну что, Джей Фу уже даже выходит у нас в аганим, как я понимаю. Или это будет БКБ для Джей Фу? Неизвестно. Но сам факт, что артефакты какие-то появляются. Бёрден Юнайтед может дождаться того момента, когда Пауэрэ просто смогут их задавить. Приобретает Ultimate Orb себе на Shadow Fiend. Я думаю, что выходит в Скаде, скорее всего, Санлайцы и Кура. В это время у Фуриона появляется Сайт оф Вайс. Пэрис пофармливает большинство линий, поэтому Понятворс он первый. На 1000 обгоняет Синг Синга. И на 1500 даже больше обгоняет Некромана. Некроман тут в кустах почему-то на хэкграунде остался. Ждёт, когда команда Пауэрэнджерс рискнёт зайти на Рошана. Пэрэ разворачиваются и уходят отсюда. Они будут чекать ситуацию. Кабан отправляется на Роху. Ну, драться по шансам ли, не думаю. Мне правда кажется, что Гирокоптер, например, в узком проходе от команды Пэр ничего не оставит вообще. Кулдаун пошёл от Гирокоптера. Думали, что здесь кто-то дерётся. Здесь вообще никого. А для этого надо Вижн иметь. Бладстоун появляется на Лешраке. 34 с половиной минуты Бладстоун у дитя Ра. Как это вообще называется? Непонятно. Приобретает себе также Плейтмейл. Есть у него Бутс оф Тревел. И есть БКБ для дитя Ра. Но как был он со счётом 1-4, так и остаётся лишь Рак. Здесь БКБ есть у Квапы. Здесь БКБ есть у Гирокоптера. Ну и я думаю, что на Hs Profit тоже тут не проблема собрать для него БКБ. На Роху перемещается Берден Юнайтед. Ну, они могут себе позволить. Они сильнее на 16 тысяч по золоту и по экспириенсу на 15 тысяч. Ещё и Кераса появляется у нас для Квин оф Пейн. Ну, теперь Рошану тут не забровать. У Синг Синга уже готов Ривер. Есть, точнее, просто есть Ривер. И после падения Рошана ещё полминутки и Синг Синг будет уже иметь Сатаник. Что, команда Берден Юнайтед не оставляет попыток зайти на Рошана. Закончились покемоны у нас у Бесмастера. 60 секунд их ещё не будет. Без них драться Берден Юнайтед, естественно, полегче. Климер Кейп визает у нас Чеширский код. И заходит на Роху. Всё, спадает с него Инвиз. Команда Берден Юнайтед уже отходит. Неужели они будут отдавать Роху своим оппонентам? Нет, отошли и опять вернулись. Колдаун от Син Синга. Вдруг кого найду здесь. И Сатаник тоже для Син Синга. Ну и Камбазме на всякий случай Кинетик Филд ставит на хэкграунд. Не угадывает. По другому спуску будет направляться команда Пауэрэнджерс. Ну и все бьют теперь Роху. Здесь Некрономиконы и Крипы Переса. Рашан падает. Забирает Аэггис у нас Квапа. Вообще без проблем просто. Берден Юнайтед забрали Роху. Спрашивается, что так долго было стоять. Дитяра будут ловить. Здесь Игнает пошел у нас по Чеширскому коту и по Дитяра. Чеширский кот, скорее всего, умирает. Майнац у нас. Огр Мак в соло забирает Бестмастера. Нав Джейфо. Еще и Гадлайк от Некромана. Минус, скорее всего, Перес. Перес догорел. Налог ХП здесь Шекер. Шекер в файте, но бить его просто-напросто некому. Ну и 2 в 2 размен в пользу команды Пауэрэнджерс. 2 600 они заработали по голде. Даже 3 в 2. Потерянный Аэггис, давайте будем учитывать. 2 600 по голде и по экспириенсу 6 тысяч в пользу Пауэрэнджерс. Еще тут закомбетчите мне. Следующий артефакт на Квапу, я думаю. Скорее всего, Манки Кинг Барник. Роман сейчас уже идет по классике. Уже у него есть Кераса. Ну и, скорее всего, следующим артефактом будет МКБ. Шекер в Апапу люто на самом деле дамажит. На данный момент у нее 200 почти с руки. Ну а с появлением... С появлением МКБ увеличится скорость атаки, плюс микробаш. Конечно, для Квапы это все хорошо, интересно и нужно. У Гирокоптера. Тем временем, 250 Синг Синг у нас с Сатаником, с Манки Кинг Баром. Больше ничего для Синг Синга нет. Но есть БКБ свои с бутсами. Тоже нема. Четвертый Нетворс на карте у Синг Синга. Третье место делит у нас... Третье и второе место делят у нас Дитяра вместе с Гирокоптером. Ну и на первом месте Перис. У Периса после Хекса еще 4000 на руках. Нэнчес Профит может приобретать себе артефакт на дэмэдж. Например, Дезолятор может собрать себе Перис. И в Хексе быстренько, быстренько, быстренько справляться с любым героем команды Power Rangers. Что, Синг Синг на мид лейне вместе с Come With Me. Кстати, близко Берден Юнайтед не подходит. И у меня вопрос, почему. Кто на что фармит и зачем ждать, собственно, не ясно. Перис уже бы мог себе купить Аганим, если хотел бы, конечно. По нижнему лейну собирается команда Берден Юнайтед. Готовы подпушивать. Летит сюда Синг Синг. Ну и кто здесь еще не в игре? Не в игре у нас Некроман. Ну, Некроману и вариантов, на самом деле, прилететь в файт никаких. Поэтому драться придется вчетвером в команде Power Rangers. Если вообще придется. Что в Инвизи Сунлайтс и Хуру уходят на мид лейн. Его не увидели ПР. Так бы, я думаю, ворвались. Есть ли даггер, кстати, у Бессмастера? Нет, даггера не имеется. Зато есть Глиммер Кейп для Беста, чтобы нормально заходить и дамажить. Гем есть у него, поэтому, если что, свой Инвиз, кто палит, он поймет прекрасно. Нарали на Камвы Змей. Глимсует назад у нас Ширского Кота под Статик Шторм. Ну и Кенгер неплохо наваливает. Ну, здесь уже приходит Синг Синг. Потеряли только Дизраптора. Дитяра классно дамажит, но Дитяра здесь скорее всего умирает. Синг Синг на лох ЭП. И за счет Сатаника начинает отъедаться Синлайтс и Хур. Синг Куро допинал в итоге у нас Герокоптера. Некроман на лоу ХП. Перис умирает. Три в четыре. Команда Пауэррэнджер здесь камбэк делает то. Ой-ой-ой, какой классный. Квапа последняя, кто должна была еще здесь умереть. И тогда денег привалило бы белорусам огромнейшее количество. По итогам файта Пауэрры. Три четыреста зарабатывают по голде. И девять шестьсот по экспериенсу. Двадцать один двадцать четыре становится счет. Графики, я думаю, поползут в пользу команды Пауэрэнджерс. Это точно. Ну и будет камбэк. А будет камбэк, будет шестьдесят минут игры минимум. Есть уже кристаллис, есть рецепт на Дайдалус для Санла Цейхуру. Надо еще тысячу до появления Дэмонеджа. Будет Дайдалус. В это время у нас и Бестмастер немножко подскупился. Есть у него Бутсов Тревел, Хедрес, Базилус. Готовится выйти во Владмир у нас с Бестмастер. Помочь своему мидлейнеру. И СФ, кстати, нормально себя чувствует под Владмиром. Дитяра неплохо будет. Ну как неплохо? Нормально будет отъедаться Дитяра. Дитяра приобретает себе Шивас Гвард. Теринкора пока что нет. Надо об этом задуматься. Стороны команды Бёрден Юнайтед. Come with me. С Глиммер Кейпом. Есть у него Пойнт Бустер. Готовится выйти в Аганим. Кому возьмем у... Огрмага. Две двести есть на руках. Огрмаг, в принципе, сейчас одну тысячу соберет. И у него будет готов Аганим. У Синг-Синга, в свою очередь, две семьсот на руках. Две восемьсот даже. То есть на бабочку, например, медальон купить может Синг-Синг. Чтобы под СФа сильно не попадать. Чеширский Кот под Глиммер Кейпом. Попытался напугать здесь Майнаца. И у него это, в принципе, получилось. Майнац развернулся и убежал. Убежал в собственный лес. Ну и что? Команда ПР решили подпушить по мидлейну. Они отыграли более пяти тысяч по золоту. И по экспириенсу тоже более пяти тысяч в их пользу отыгранном. Комбузмина, лоу хп, джей фо. Быстренько разваливает дизраптора. И квопа у нас где-то слилась. Квопа на собственном секрет-шопе умерла. Ну, ПР им надо заходить на хайграунд. Нельзя терять ни минуты, пока нет квопы, пока нет дизраптора. Можно идти на хайграунд. Ну или как минимум разводить квопу на байбэ. Мидлейн ПР имеют все шансы забрать. Яй, просто разворачиваются ПР и уходят. Пусть Некра бьют товара. Мы будем в это время фармить лес. СФ у нас отключается. Санлайт Сейхуру. Хоть скажи, о чем речь идет. Санлайт Ви Си. Понятно. Ну что, бейсмастер уже у нас вышел во Владмир. Есть у СФа готовый Дейдалус. 7800 сверху еще для... 8800, 770 для СФа Шейкер. С даггером, с форстафом и с обычным тапком Шейкер. Кингер имеет, сейчас будет точнее иметь деньги на байбэк. Поэтому не факт, что Шейкер будет что-то покупать у нас в ближайшее время. У Бэйна есть БКБ и есть для JFO готовый даггер. Тоже до байбэка 80 копеек. Немного совсем. Ну или Шрака, конечно же, есть деньги на байбэк. У него Шивас Гвард имеется. Есть Плэйт Мэйл. Есть Бладстоун. И есть БКБ. Со стороны команды Бёрден Юнайтед, которые до недавнего времени выигрывали 15 тысяч по золоту. И столько же по экспириенсу. Нейчерс Профит уже у нас с Дейдалусом. Есть у него Сайт оф Вайс. Есть Мека и Некра третьего левела. На первом месте у нас Нейчерс Профит. Дальше идет Синг-Синг. У Герокоптера есть МКБ. Есть Сатаник. Двести на руках. У Квапы. Есть БКБ Кераса и Оркит. Майнац, Аганим и Фордстаф. Ну и Камвезми, Глимеркейп, Тапок и, в принципе, ничего. Пойнт Бустер есть, но без Аганима это все бесполезно. Поэтому будем ждать. У Синга появляется Талисман оф Эвейджен. Дальше будет копить на Баттерфляй. МКБ ни у кого из команды Пауэр... Пауэр Рейнджерс не имеется. Поэтому Синга может здесь и пронести, если вдруг нормально пройдут у нас миссы. Герокоптер уже позволяет себе просто крипов фармить за счет кулдауна. Не планируется, видимо, файт от команды Бёрден Юнайтед в ближайшее время. Аж странно. Роха у нас упал. Роха уже стоит, ждет своей участи. Ну и команда Бёрден Юнайтед перемещается. Брош Пит. А Пэрис будет отвлекать на себя внимание. Пэрис пушит по нижнему лайну. 46 минут у нас сыграно. Роха падает. Рошан третий. Сыр плюс Аэгис. Дитяра уже готов фарваться. И опять заберут Роху или нет? Нет, Роху не забирает. Чеширский кот врывается у нас в толпу. Под стадик штормом. Сгорает Чеширский кот. БКБ от Синг-Синга. Он стоит в финт с гриппе. Но демеджа по нему не наносят. И Синг-Синга через Сатани. Начинает бить здесь J4. Бить Санлайт Сейхуру. По чуть-чуть, понемногу. J4 продолжает жить. Ну и умирает в итоге у нас J4. Умирает Санлайт Сейхуру. И это Тим Вайп от команды Бёрден Юнайтед. Пэйеры вообще не туда залезли. Шансов теперь у нас. Ну то, чтобы эту катку затащить, мне кажется, все меньше и меньше. 3 700 по балде. 10 000 по экспириенсу. Ну и посмотрите количество демеджа. 11 700 внесли игроки команды Бёрден Юнайтед. И деньги, и экспа. И теперь, я думаю, что и на мидлейн можно смело заходить игрокам команды Бёрден Юнайтед. По крайней мере, заходить и провоцировать команду Пэйер делать байбэки. Мидлейн рассыпается. Никто из Пэйеров не байбэкается. Лишак не хочет байбэкаться. Кстати, Глиф есть. У команды Пэйер. Глиф проюзали. Лишака будут здесь соло встречать. С бейсмастером так тем более. Двоих-то команда Бёрден Юнайтед 100% забирает. Ульта Нейчерс Профита. По всем продамажила. Линии продолжают пушиться. Некроман вместе с Синг-Сингом перемещается на нижний лайн. Т3 уже у нас на лоу ХП. У Пэйриса демеджа с руки много. Ещё и прилетает Баттерфляй Герокоптеру. Герокоптера либо магией теперь пробить, либо никак. Боковые зайцы Синг-Синг. За Джейфо. Некроман стопит у нас Джейфо. Джейфо в Глимеркейпе. Ну и дитя Ра отсюда убегает. Кулдаун от Герокоптера. Синг-Синг забирает вторую сторону. Можно перемещаться на топ. Бёрден Юнайтед фулловый все. Не уходите, пожалуйста. Отходят. Потратить заработанные деньги. По голде они выигрывают двадцатку. По экспириенсу они выигрывают шестнадцать. Или даже восемнадцать тысяч. По-моему графики не обновились. Что, Джейфо у нас по-прежнему без серьезных артефактов. У него БКБ, у него Даггер, у него Аркан Буцы. Больше ничего для Джейфо. Так, где-то какой-то фай, да? Хотели назад нас отправить Джейфо. Глимсануть не дается. Джейфо улетает на собственный фонтан. Бёрден Юнайтед по золоту выигрывает двадцать три тысячи. По экспириенсу восемнадцать. Также в пользу команды Бёрден Юнайтед. Лотус Орб покупает Лишак. Лотус Орб. Не Акторин Корр, а Лотус Орб. Дитяра знал, что какой-то новый артефакт надо покупать. Но какой конкретно, что-то не помню. Агрит на себя всех, пытается полезным быть. Ну и что, дитяра? Как тут Лотус Орб? Отличный артефакт. Просто великолепный артефакт. Минус дитяра, минус Бейсмастер, минус Джейфо, минус Санлайт Сейхуру. И Тим Вайп от команды Бёрден Юнайтед просто в довесок ко всему. Ну что, пэры стартарались, пэры сражались. Пэры заканчивают эту игру со счетом 1-1. Ну что, поздравляем Бёрден Юнайтед. Они ничего так смотрелись. Можно даже подумать, что пэры у нас на уровне Альянсов играют. Бёрдены и с ними сыграли в ничью. Так, ну и одну секундочку. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok